Несоблюдение дистанции и мигающий светофор стали причиной столкновения грузовика и малолетражки на адмирала Юмашева. Уже никого не удивить тем фактом, что перед этим светофором машины бьются едва ли не ежедневно. Меняются разве что участники ДТП и степень повреждения автомобилей. Вечером здесь встретились высокий грузовик и миниатюрная малолетражка. Причина встречи перед светофором слишком очевидна, чтобы об этом говорить. Тем не менее, очевидность соблюдения дистанции тоже такой момент, о котором знают все, но соблюдать его не спешат. Маленький Ниссан Матч двигался по Юмашеву вверх и потихоньку подбирался к светофору. За малышом двигался громадный грузовик. Дистанция между машинами была настолько мала, что там едва бы поместилась ладонь. На светофоре заморгал зеленый свет и рулевая Ниссана начала останавливать машину. Ехала, заморгал зеленый свет светофора. Я стала приторможать, далее было желтый. Я остановилась перед светофором. Грузовик не держал дистанцию, въехал. Не пострадали, все в порядке? Ну, так в принципе нет. Голова ударилась и чисто нервное такое, наверное, шоковое состояние. Девушка очень испугалась, но серьезных увечий не получила. На светофоре рулевой грузовой машины не успел нащупать вовремя нужную педаль и крепким ударом снес малышу заднюю часть. Впрочем, водитель грузовика своей вины не отрицает. Заморгал зеленый, я не ожидал, что девушка на моргающей зеленой остановила, резко ударив тормоза. Ну, вину признаю, несоблюдение дистанции. Девушка резко? Ну, да, она увидела, заморгал зеленый, она решила остановиться. Я не ожидал даже, что она остановится. Я думал, что мы так и проедем в паре. В результате удара машины получили не критично, но сильно. Грузовик повредил фару, бампер, у мячика вылетело заднее стекло и смялась боковая часть. Сейчас водители уже заполнили объяснение, излив все на бумагу и теперь дожидаются сотрудников ГИБДД.